Так, еще раз, ребята, извиняюсь, надо было проставить, чтобы запись сохранялась, и проставил в итоге. Продолжение следует... Так, сейчас стрим пойдет. Продолжение следует... 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 Маха-муха. В чём дело, я даже не знаю, если честно. Так, сейчас я… Бля, как сделать-то, я чуть не понимаю. Так, сейчас я… Может, это из-за того, что аккаунт русский, как бы, не знаю. Может быть, мне чей-то аккаунт понадобится сейчас. Не знаю, я вообще не знаю, как это пофиксить, короче, всю эту хрень. Аминь. 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 Так, ребята, возможно, еще помощь нужна будет, короче, хотя что-то с задержкой сейчас тяжело будет вас о чем-то попросить, кто-нибудь хостанул бы, если бы, вот. Чтобы этот я мог попробовать заскочить, короче. Так я, да, я сначала на ру аккаунт заходил, естественно. Так а как мне, я вот сейчас на EU аккаунт захожу, ну, надо проверить, короче. Танезана, я не знаю, надо протестить, пока они не начали, а то... Танезана, я не знаю, надо протестить, пока они не начали, а то... Танезана... Так, авка не палится, в смысле не палится. Вот это аватар, это моего вот его аккаунта, точно, короче. Бля, короче, никак. И что делать теперь? А как переключиться-то я просто не понимаю вообще, ё-моё. Блин, как всё сложно, Старкрафт-то. Саны, а? Саны. 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 Так, сейчас попробую перезайти. Бля, какой бред вообще. Может, перегрузиться надо, чтобы он словил, просто как бы аккаунт это два типа. Такой бред вообще, это же просто бред, вы прикиньте, бля, просто аккаунт к аккаунту законнекиться не может. Это днище просто полное вообще от Близзарда. Здарова всем. Ну, тут такая же хрень, короче. Ща попробую заскочить. Ну, здесь у меня на горе вообще никто не отображается практически. Ну, что если в лаунчер перезайти вообще по дичи? Ну, там, давайте гордимся. Такая ж хрень, короче. А если с RU зайти аккаунта, например, попробовать? Может с RU аккаунта зайдет по-другому, на другой сервер. Я извиняюсь, ребят, но тут-то я уж точно не при делах вообще. О, смотрите-ка, отображается его. Давайте-ка на Азию пойдем. Сходим тогда, может быть, и Ларди отобразится тогда. Нихера, Холлинджер стал отображаться? А-а-а-а, понял. Евро... Короче, наверное, просто прикол в том, что с RU аккаунта... То есть на других серверах основной аккаунт европейский действует. А здесь как бы с RU аккаунта, видишь, такая хрень получается. А вот... Продолжение следует... 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 Я понял, псин-син. Короче, в общем, ждем, пока пацаны выйдут из игры. Я по-другому не смогу просто попасть, сами понимаете, сюда. То есть мне надо дождаться, пока, соответственно, выйдут, чтобы в арде мне добавить друзья. Вот, и заскочить, короче, в игру и начну, как бы, борода, борода. Блин, 60 FPS, все круто, надо тестить, е-мое, тут еще и в Старкрафте проблема. Может, поэтому, кстати, не сворачивается в оконном режиме тоже? Хотя нет, это от этого не зависит, я думаю, вообще никак. Скорее всего, ребят, проблема очень серьезная, вот. Короче, ребят, этот, как его, полно... Короче, посмотрите, когда полный экран режим стоит, я могу свернуться под Старкрафт на рабочий стол. Вот, например, вот сейчас, да, как бы... А, сейчас не полный экран стоит, да? Оконный, да, сейчас стоит. Вот, например, смотрите, вот вам видно будет сейчас мои вкладки, то есть все на стриме. Вот, есть Старкрафт, есть ОПС, есть чатики, вообще другой монитор, есть диспетчер задачи, смотрю, как просто, ну, там, напрягается, и скайп. А под, блядь, Старкрафтом нет монитора. Если же ставишь, как бы, просто полноэкранный режим, то свернуться... То свернуться можно, вот, видите, как бы сюда. Если кто-то шарит в этой проблеме, я бы был премного благодарен, сообщил бы мне, что за хрень вообще творится, вот. Я знаю, что идет стрим, но я боюсь пропустить, короче, вот это все. Ну все, за хрень. Харжу в игру. Блядь, опять я отменил. Ну, короче, сейчас, ребят, я быстренько перезайду. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, здорово, Джазделл. Поднял 500 рубасов в магазине Близзард. Ну, ты можешь что-нибудь дельное там взять из игры, например, Старкрафта. Я не знаю, или что-нибудь там. Все, я наконец-то в игре. Спасибо FallenJure и Respekton за... За что? За, естественно, аккаунт. Но здесь нахрен на сервере, на этом у меня не поставлено интерфейс. Понятно. Интерфейс будет в следующей карте. Ну, пока давайте так хотя бы посмотрим, ребят. Должно быть 60 фпс качества, конечно же. Вот. И... Сообщайте мне, как там с этим качеством дела будут обстоять. Вот сейчас, походу, я пролагал немножечко. Возможно, у вас тоже были лаги. А, ну потому что, блин... Ладно, надо. Я сменю сейчас полного экрана на оконное в итоге, потому что, ну, беда, это беда. Так. Флаг страны. Вот, честно, может, полегче мне вопрос задать. Почему? Потому что я... Он у меня стоял изначально. Почему-то, короче, вот. И почему я ДАШХЗ? Все, теперь будет нормально. Не будет хоть лагать, когда я сворачиваюсь. Мне просто выведен диспетчер задач, чтобы посмотреть, насколько продакт будет грудиться или не грудиться. В следующей игре будет интерфейс, ребята. Еще не знаю. Это, мне кажется, может админу надо писать какого-нибудь проплага туда, когда... Ну, на мейл. Может быть, пока выпасть, я просто не знаю. Мне изначально поставили, как бы, я вижу, что... Ну, у других нет, например. Как бы, в общем, у меня его поставили. ХЗ, там, КЛО. Вот. Ремастер, ну, ремастер. Так, ремастер, дело твое. Что там тебе брать, ребята? Новые настройки, 6К битрейт, 60 фпс, в общем, пресет там ниже. Должно быть хорошее качество, должно нормально все быть. Просто, как бы, вот сейчас на 30% загружен. Бывает, конечно, когда что-то делаешь, то он грузится посильнее. Когда загрузка в Старкрафте, переходы между менюшками, просто до 100% прыгает. Не знаю почему, но я сейчас на секунду отойду, потому что мне чай уже. Я сейчас сниму, держу, короче. Королева успешно создана. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, кто у нас, короче, красный? Это Су, он прессовет Тирала очень активно. Тирала там по фаре лингов оставляет. С разных сторон заходить, он тянет время, чтобы хп хата там не кончилась жестко. Прям да зарубай же ты что-нибудь! Хороший взрыв для Тирала был. Здесь два бэйлинга еще взорвалось. Здесь пытаются Вейна развести на взрыв лингом. Его прикрыл, убил Су. Ну, в общем-то, замес идет, продолжает идти. Так. Ну, тут обязан Сырал отбиваться, ребят. Комб новый, и в итоге, ну, все сразу-то и не вспомнить. На европейском сервере я интерфейсы поставил, но забыл, что на каждом сервере нужно их выставлять. И в итоге, вы видите, что происходит. Здесь обычный интерфейс, абсолютно. Ну, и здесь что происходит? Потому что Су давит Тирала очень активно, контролит Су дьявольски хорошо, прям как он собак. Выделяйте, сейчас хату сгрызут два линга просто. Все меньше и меньше юнитов, бейлингов, сук, все новых, у новых. Морфис, неужели Тирал так проиграет? Нелепо сейчас хату загрызает, сука, короче, есть королева выйти не успеет. Все, падает хата, брудлинги, ТД, бейлинги не успели. Ну и все, Тирал, вот больше лимит. У него третий хату-то нет, а у Су-7 дров, он все, он впереди, он сейчас как царь будет. У него просто сейчас будет больше рабочих. Хотя я пока Тирал даже вровень, но... Ну, все нормально вроде как. Тирал еще есть шанс у него. Еще пока есть шанс. Да не, бруд тут не грузится, но вот с окнами, вот самая проблема с окнами реально, с этими. Я не знаю, что с окнами с этими делать, и я не знаю, где найти эксперта такого, кто-то шарит в этом, блин, черт с вери. Что-то там лепишь-то какой, 1950x вообще. Не надо людей в заблуждение водить. Просто 1700-ый. Без иксов, без всего. Мамку не помню, не скажу, но там коробка есть, и мы Саевская, короче, мамка. Память на 2666 шине. Две планки по восемь. Зачетное качество. Да качество-то будет крутое, я уверен в этом, но от этого еще печальнее будет, ну, рестримить, потому что, как бы, есть возможность сделать просто 60 FPS, нормальное кочево. Вот, но не всегда в игру может будет попасть. Ребят, у Сирала 18 роучей. У него нет плюс один, но он идет вперед, и пуш, ну, просто, ну, очень сильный. Ну, армия разрознена, не надо так заходить, дружочек. Су там мастится, и, похоже, он изи отобьется. Посмотрите, у него уже лимита больше. Да, похоже, Сирал стоит отсюда вообще свалить, или он... Нет, он не хочет отступать, просто он не хочет просто отступать. Два реводжера, бейлингов 6 штук, еще линги заказаны. Плюс один, главное, чтобы... Кстати, у тиральщиков до плюс один 14 секунд. У Су чуть больше, между прочим, почти на 8 секунд, а за это время может битва перевернуться. Так, Вейны идут вперед, два бейлингов, три разменивают Сирал. Вот, ну, здесь плетка есть по аэрболу, и пошли, как бы, ну, кто-то, что будет вообще. Нет, здесь Сул отбился, позиция, просто великолепная позиция, просто две плетки сзади есть, и печаль с окнами. И свернуться на основной монитор, на рабочий стол, ковиде. Если Старкрафт в оконном режиме стоит, оконный полноэкран. Если полноэкранный Старкрафт, то свернуться, как бы, можно, но лагает адово в игре. Вот, из-за этого. И все это очень печально, на самом деле. Но я не знаю, почему, как бы, нельзя вот свернуться. Мне кажется, это десятки какие-то особенностей. То ли я не понимаю, ну, не, если можно сделать, чтобы все было по-другому, то, наверное, как бы, я не, естественно, не понимаю, как. И наверняка можно, я думаю. Ну, вот почему вот так вот, я хз. Просто есть и окна открытые, когда альтаваешься. Есть там чатики, есть браузер, есть опс-программа, есть скайп запущенный, есть Старкрафт. А вот, блин, рабочего стола под Старкрафтом нет, а Старкрафт оконный полноэкран. И как его, ну, сделать, чтобы, как бы, было, как раньше, я не знаю, в общем. Ну, Старал пропушил, ребята, у него ничего не вышло. Но он пытается еще раз пушнуть, как бы, то есть копит, копит, копит. У него даже лимит, кажется, сопоставимый Су. Но Су все равно больше, а это, понимаете, здесь при таких позициях надо Старала, чтобы больше было по лимиту, то есть получается, как бы. А у Су еще и плюс два, и скорость роучек, кстати говоря. Так что дело такое. Ну, реводжеры, единственное, что здесь могут сделать, перевернуть реводжеры с фаерболами, ну, что-то, как-то, мне кажется, не получится. Особенно, когда плюс два, да, делается. Вот и скорость, Су готова уже. Он уже сам тут агрессивный, естественно. Сирал по выпуску забегания делает, ну, я не знаю, мне кажется, она ни к чему не приведет. Ну, что тут уже, как бы, и собаки-то без брони, они не особо зарешают, и вообще, как бы. Ну, три дрона сгрыз, конечно. То есть у Су со скоростью он может, он уже и вот с таким лимитом сам идти может. Ну, он может, в принципе, посидеть немножечко, подождать, пока там этот... Сиралк сам пойдет занять нормальную позицию, и все, как бы. Ну, у него 20 лимитов, плюс, давайте посмотрим. Рабочих 40 у Сиралок, и у Су на 15 больше. С боевой примерно одинаковый, кстати, сейчас, ну... Ну, так полагаю, вы понимаете, что... Без скорости роучей, это очень тяжелая задача бить. Фаерболы заходят, фаерболы заходят. Попробуй сплитонить со с ним. Со скоростью взял, убежал. Здесь ничего не сделать в этом плане. Плюс два, вот, там, 8 секунд огрей, это даже меньше уже здесь. Ну, это и показывается именно по старым таймерам, как бы, где секунды... Там, что, вот, 60 секунд игра вошла в двери, а... Если винды кнопку нажимать, то тогда... А, Windows, Windows плюс Таб, если нажимать, то вот такая хрень происходит, как бы. Сейчас поставлю вторую сцену. Захватывает у вас. То тогда, да, как бы, на Моник я попадаю, получается. Ну, и то, как попадаю, то есть, я непонятно, на какой попадаю, ну, то есть... Не, на основной, но где здесь ничего нет, как бы. И как сюда выйти, как бы, на него, то есть, я не знаю вообще. Короче, чушь полная. Ну, не знаю, как с этим пофиксануть это все дело, ребят. Вот, ну, вроде как, востребить можно, не знаю, в процессе разберусь, если можно. Будет, может, кто-нибудь поймет, в чем суть проблемы. Ну, просто, мне кажется, тяжело объяснить, в чем суть. Частоту монитор на 59 герц и да, и дальше, что, я думаю. В чем здесь герц-то вообще. Оп, куда полетело. Все, нормальный захват, ребят. Бо у нас сколько? Тут максимум бо 9 можно поставить. Но у нас бо 15, на самом деле. Давайте, я не знаю, как теперь рисую, что ли. Да. Продолжение следует... Беках их. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Улей Атакован Добавил DimaTorzok 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 Просто как бы настройки очень жесткие, там 6к битрейт и пэс 60, то есть может быть из-за этого там поток криво принимают, я не знаю, может в чем прикол там вообще. Будем разбираться с этим моментом. То есть сейчас я с этим быстро не разберусь, пацаны. У кого там есть проблемы, идите на гудгейм, другого варианта нет здесь никакого вообще. Потому что сейчас по ходу игры я даже не понимаю, в чем проблема. Я не смогу разобраться, 2-2. Сверял мощен, мощен, смотрю сейчас перед Близконом, это не может не радовать на самом деле. Сверху. 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 Продолжение следует... 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 Я понял, а как там у тебя никнейм-то? Я просто хз, напиши мне в личку на гусгейме, никнейм, всё, я потом когда вспомню, ну я как бы отпишу, потому что на самом-то деле я почти на всех турнирах как бы сам есть сейчас, вот, на Эмварде турнирах, по крайней мере, потому что... Субтитры делал DimaTorzok Во, ёма, наконец-то, чё-то тупил, не мог как бы, ещё вот эта хрень постоянно как бы... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот так вот надо... Надеюсь, ребят, понятно, что БО-15 здесь, ребят, счёт 2-2 столкнул с предыдущей карты Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Одну на лоу-граунде, другую на хай-граунде И он вынужден, как бы, ждать вот этого урыва со стороны СУ Субтитры делал DimaTorzok Надо отойти королевами, надо только бейлингов упустить Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, и это GG походу делал DimaTorzok Скорость не успел доделаться А сейчас два всех дронов за GG Эпичным выходим Не готов, всё равно, к такому Оказался Ребят, извиняюсь, сегодня очень такой стрим Комом, ну первый, блин, комом Какой первый, вы скажите? Ну, на новом компе, как бы, на новом железе Это первый, получается, стрим Фактически Нужно всё тестить, тестить, тестить Настройки делать там и т.д. и т.д. и т.д. Сейчас я врублю стрим и посмотрю, просто какая-то картинка Вот Ну, а картинка я вижу, что хорошая Очень даже такая Вещи, правда, говорят, что лагает Там что-то иногда Сейчас Попробуем Twitch врубить Да не, у меня всё ништякое на Twitch Так, что хз В чём там проблема у вас, пацаны Вот, смотрите, какая карта у нас зашла Три-два Три-два, су-файл Я ком-то не брал новый Я брал мамку Проц Кулер Память Вот А, ещё винт Ну, винт это отдельно, мне просто повезло, что Подогнал моему корешу человек винт И вот Трёхтерабайтник ВДшник Там скорость записи сам меняет Там, ну, вот Короче, хороший А мой как раз в протесте Помните, я говорил, что Система выдавала сообщение, что типа Винт УГГшка, что-то скопируйте там И он вообще как бы мёртвый уже У меня даже человек калму, ну Типа может не скинется Типа с него ничего на этот Ну, не знаю, вчера подключил там от Сидюка Как бы его шлифами Ну, это по стандарту как бы И всё скинулось, как его что надо было Вот, так всё нормально Короче, 50 рублей вместе с винтом Всё это стало дело, приблизительно Так, сейчас скажу Ну, да, да Просто, конечно, цены сейчас И это, ну, то есть На Интеле Без винта бы кулера бы только 75 бы это всё стало Ну, там, конечно, процентов на 5 мощнее бы была Система крыла И уже чипсет другой Более, ну, жёсткий получается Опа! Смотрите, какое Сирала С плёточкой Рошец-то такой, прямо зачётный Заходит Так, здесь собаки вышли Ну, у Сирала много лингов, посмотрите У него подходит ещё раз Плётка всё ещё строится 36 секунд эта плёточка строится Сирал какую-то хрень делает с собаками Бегает за вперёд Плётку Сус сейчас отменит Отменять надо Заказывает заново Что не делай Сделай же ты что-нибудь, ё-моё Пытается Сирала уйти У него Беллинг Нест У него скорая с лингом А здесь Роуч Ворон И с Роучей-то тяжело уже будет бороться Так, погодите, ребят Сейчас надо ОПС закрыть Я открыть, блин, всё я не могу Диспетчер задач Смотри, блин, ну вот в игре В игре вот сейчас просто Больше тридцати с лишним процентов Вообще как бы ну там Сорок максимум Ну какая-то какие-нибудь переключения Зато памяти на 50% Вообще охренеть Ну там вкладок У меня миллиард открыт Вкладки тоже живут Но, но Когда какая-нибудь переключается сцена в Старкрафте Там что-нибудь на лазер тыкнул Просто сразу бах там загрузка Девеносок процентов Девеносок процентов Девеносок процентов Вот это, блин Так, Тирал Так, Тирал Что Тирал вообще настолько обордел Что он прямо хочет Сгрыть в лоб оппонент своего Вот так вот С собаками, что ли? Да, он хочет Но они так просто это будут сделать Я уверен в этом Хотя вот сейчас в Робочих ворота Так я не понимаю Почему два Роучи? Почему мешает их окружить И сбрить нахрен вообще Этих двух Роучей смешных? Тирал, развернись Как мужик Так, уходит Сирал назад Собак много Бэйны сейчас зайдут Понял я Су, что творится Думаю, что должен был понять С какой стороны заходить Здесь полная стенка Если вот отсюда заходить Су среагирует Уйдет Но если бэйлинги дойдут до туда То мне кажется, что это ггнчик будет Потому что вы видите сколько А нет, здесь проход И здесь такой Все стеки 9 дронов Минус 7 на 13 Остается в итоге То есть Печали вообще Ну боевого, конечно Су побольше Пять рабочих Остается Что Су понимает Что все глупо у него С этими рабочими Сирал, очень много Собак строит Ну карта интересная Карта интересная Необычная Так Все, пошел выход На роучах Это единственное Что остается делать Су, конечно же Как ему тут еще быть Роучи заходят Плетчика есть Все в порядке Сейчас клевать На счет она роучи Надо окружать Королевы Пусть плетки еще ближе Перекапываются Чтобы дать возможность Заходить одних собак Достаточно Чтобы застричь Чтобы было Ладно, плетка-то поперлась Вперед что ли Да, он вздирал Ну что-то делать Зачем так Наглеть Сейчас на закупке Еще Су У него лимит-то Боевой Хороший Между прочим На хрен Он взлетит Идеальный контроль Закупочкой Посмотрите А здесь Еще и роучи Дотекают Слишком много Устирала экономика Слишком сильная Ну, молодец Су контролил Хорошо Приятно смотреть Здорово, агент 72 Спасибо за фидбэк 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 жду я от вас Да, какая Как картинка вам Лагает, не лагает Что там, как Ну, опять же Проблема с альтабом Единственное Что я не знаю Как это зафиг Пофиксить Ну, вроде как И без этого можно Но Ну, наверное Десятый Винды Прикол То, что на рабочий стол Не попасть Ни хера Течет 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 Продолжение следует... 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 Короче, это левая тема, вертикальную синхронизацию брал. Да, я понял, я вспомнил, что это я просто забыл. Я сейчас еще в StarCraft настроил, просто у меня, ну, конечно, там ультра все выставил сразу автоматически, после того, как подрубил StarCraft, скачал. Но тут еще вопрос. Не знаю, это все шляпа, как бы. Пока основная тема для стрима, почему нахер не альтабнуться, как бы, нормально? Вот это меня реально напрягает, почему не альтабнуться. В принципе, зато немножко и выкипишься, да, туда, то есть, но можно только на боковой монитор альтабнуться. Если бы он, как бы, то есть, например, значки моего компьютера и всего, то есть, кстати, тоже вот на седьмой винде раньше было по-другому, то есть, мониторы расширены, но все значки, как бы, они переносились, ну, получается, здесь только в панели задач, значки, и то левые, как слева, а правая, вот где время, там нету, вот на этом Монике, и нет, как бы, ну, мой компьютер, вот эта шляпа, там, ярлыков игр. Раньше, как бы, с двух Моников были, здесь этого просто нет, может, как бы, от этого, вот это, как бы, суть тоже вопроса, потому что, потому что сейчас их нет, то есть, так-то можно и на этом Монике все делать, но там надо колупаться через пуск все это ковырять, ну, пусть это не очень, естественно, ребят, чай выходит, сейчас подойду, вот, короче, в остальном все вообще ништяк. Субтитры сделал DimaTorzok так, проц по мощности вообще, как его, ну, ништяк, но вот единственное, что я говорю, когда прогружаются, например, в Старкрафте, что-то вот первый раз, там, как бы, какой-нибудь заходишь, сетевая игра, там, например, там просто, ну, какой-то нереальный загруз идет, и там до 90% с лишним может подскочить вообще. Да чайник-то нормальный, только что-то. цвет сиренью и лавандой называется слива цвет, лиловый, ну, может быть, да, может, лиловый, да, вот, лиловый, может быть. Так, нет, кнопка-то Windows у меня есть просто, как бы, ну, вот она, вот. Windows Tab, ты имеешь в виду, все ли, или как? А, в Windows Tab тоже нет, между прочим, стола этого, рабочего, то есть есть только вкладки открытые. Вот, ребята, Су опять прессует Сирала, Су больше лимита уже на 6. Сирал тут пытается жить, но это минус Сирал, похоже. Ё-моё, 7 дронов осталось. У Сирала хата есть, но 7 дронов на 13, слишком большая разница. Да и боевого лимита у Сирала! А, есть боевой, есть. Отколупался, все-таки, Сиральчик. Не надо давать Беллингу убить своими собачками, Сирал наглеет здесь. Как наглеет? Он решил, что он супер-метеор и все сгрызет здесь, но один Беллинг в итоге аннигилировал Сирала. Он, кстати, рабочих-то восстановил, между прочим, Сирал. И пока что бьется 11-13, что в боевом лимиту? Где УСУ этот весь боевой, я не понимаю. А, ну он в заказе вообще. ГГ, пишет, Сирал, ребят, 5 трясу. Грубо, дублировать экран. Блядь, ну ты, наверное, ну, я понимаю, что помочь хочешь, но я же... Это, блин, я не знаю. Мне пока еще не 70 лет, как я дедушку и буду мне будет насрать, допустим. Да там, если, на эту тему. Но он как бы расширен сейчас, вот. Светло-розовая настройка, ну, я тоже говорю. Установить дисплей фьюжн. Можно установить, хоть как бы, я не знаю, хоть искусственный интеллект, но я не понимаю, какого хрена я должен что-то устанавливать, вместо того, чтобы жать, как белый человек, альтап и сворачиваться на рабочий стол. Ну, я не могу свернуться на рабочий стол на этом мониторе, где StarCraft заключен в поклонном режиме, короче. Зато я могу на соседний Monix вернуться, где StarCraft нет, как бы, получается. Ну, там дублирующий монитор, там нет YRL-коп основных, как бы, ну, тут. Вот в чем загвоздок, понимаете, какого-то. Что за херня, я не знаю, какого-то. Ну, видимо, это особенность винды, какого-то такая, ну. Или что-то там настроек каких-то. Ну, я ковырялся там в этих параметрах мониторов, ну, что-то я там по этому поводу ничего не нашел вообще. Субтитры сделал DimaTorzok Если основной выбрать другой, то StarCraft будет не на этом, а на основном, как бы, запускаться. Вот в чем прикол. То есть там не в этом дело совсем. Даже в общем можно вот выбрать флэр. Вот, например, я захватил второй монитор, какого. Чатики, то есть. А второй, если выбираешь, то только StarCraft вообще. Да, действительно, Windows D. Ну, он сворачивает мне оба, блин, теперь монитора. А как мне чисто на одном сворачиваться? А вот этот, кстати, только в левом сворачивает почему-то, интересно. Windows M только левый сворачивает, Моник. Где вкладки? А Windows D сворачивает все вообще. Ну, понял. Ладно, хоть так буду знать. И то, спасибо тебе, и то лучше. Здесь хоть можно хоп, выйти резко в монитор. Блять, без Альтаба просто, извиняюсь. Ну, это дичь же вообще. Ну, зачем так ей подставы делать? Не, ну, лучше так, чем ничего. То есть, Windows D вообще сворачивает все, Windows M там слева. А мне надо, допустим, чтобы слева вкладки, блин, остат... Ну, то есть. Так. Терал, Сус, Му, он присутствует. Смотрите. Чтобы слева вкладки, например, никто не трогал вообще. Вот. Сами, на Windows D сворачивается и игра, и вкладка. А игра сворачивалась, например. Раньше было как? Так, оконный полный экран ставишь, и в пехоп, Альтаб, и ты уже на рабочем столе здесь. А там ничего не трогается, скорее, вообще. Вот. А сейчас просто через Альтаб он не видит рабочего стола. Вот, с ним прикол. Ребят, ну так лучше, на самом деле, с Windows D, чем вообще без ничего. Сирал Су присутствует, и что-то Сирала не хватает сил вообще. Ну, все, хату надо было догрызать. Хату не догрызать. Теперь борода что-то тут спушишь, ема. Причем, Беллинг Неста у Сирала нет, как вы понимаете, здесь Беллинг Нест. Ну, у Сирала хотя бы хата. Есть шанс нагнать по рабочим, как мне кажется, попытаться Су. Так, сбегая дрону, закусил одного. Уходит не без потерь, но уходит. Войска Роя атакованы. В общем-то, вот так вот. Как бы все нормально, 10-ая венда, комп великолепно, 60 ППС тянет. Вы видите, наверное, многие, кто постоянно смотрит целеверные стримы. Заметили разницу по качеству, как бы, вот. Но вот то, что Alt-Up, это меня больше всего реально сейчас напрягает. Тут проблема незначительная вообще. Да я к настройках двух. На рабочем столе ты просто копаешься. Вот. И ни хрена там нет, как его. Там Nvidia, конечно, всплывают, вот эти настройки. Может быть, там надо пора ставить, чтобы не... Там есть галки, чтобы пользоваться Nvidia или дефолтами настройками. Там, чтобы не так все, кстати, да. Может, там надо, наверное, ладно. Посмотрим. Ребят, Су-Контерпур делает. Сырал, сырал дронов, перемахил, ё-моё. И еще дронов строит. Ну, нахрен это надо. Су застал его в расход. 24 на 7 полиметал. 6-3 в пользу Су, ребят. Что-то сильно он вперед его выпустил. Сырал ту карту, в карту шел. А тут вот так вот. На, собраться и брать карт подряд. Ладно. Потом поковыряю. Сейчас некогда с этим запариваться вообще. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Так. Так. Су-6. Сырал-3. То есть у нас счет 9 карт сыграно, 10-ая. Всего будет 15 сыграно. Мы уже, кстати, на финишную прямую выходим. 2-3 карт будет сыграно. Какой вот эту сыграют, пацаны. Как-то интересно вообще. Мака. Какое у меня это же завоза. Отведут про Мака, говоришь, вообще. Вот если в Гумич прошел финал, Гуми Субулов, то да, может быть. Ну, блин, Гумиху вчера взял и проиграл. Ну, блин, Гумиху вчера взял и проиграл. На левом. А в Taskbar есть же еще... Что-то не понял я. А, заблоченное не было, да? Есть еще просто меню, где звук, например, микшеры, где время, часы. Оно только вот на главном отображается здесь, получается. Вот. А там не дублируется. То есть там только часы, а вот другие всякие таскбарские темы. На этом у меня отображаются мониторы. Тоже мне это кажется странным, потому что на самом деле у нас, ну, в старой системе отображалось все это дело вот там, вот, Кайла. В общем, все равно, ладно, буду разбираться, я не знаю, в чем-то, может быть, дело вообще, хрен я узнаю, Кайла. Вот, может, я что-то загоняюсь, Кайла. Скорее всего, что-то именно с винды настройки, или, может, что-то не проставлено там где-то в каких-то настройках, не знаю. Даже если загуглить, то его тут просто уже что писать-то там, допустим. Не, ну как-нибудь можно там. Типа не сворачивается на рабочий стол, когда два монитора на одном. И заберу ее там, не знаю, или что. Ребята, Су пытается Сирала прессануть в этот раз. Опять же, Сирал вообще-то застает по таймингам. Но в этот раз у него хоть Бэйна есть, и все, все, что надо есть для обороны. Дроны туда-сюда катаются. Но у Су уже больше рабочих. Сиран вынужден боевого лимита тут отстроить некоторое количество. Взрывает. Сирал Бэйна в Су. И побежал на лом или нет? Да, побежал, к счастью, на лом. Су тут Бэйлингами зашел. Сирал справится с ними или нет? Куда же ты, Сирал? Что же ты делаешь? Какой демош гигантский получил? Что он творить-то вообще, Сирал? Королева, кстати, рампу не влочили. Я зря сырал с собачками, не пробегал на мэн вообще. У меня из-за рта бегущая строка идет, но это символизм, понимаешь? Ведь я фултайм-стример, и как бы то, что вы поддерживаете, и отсюда доходы, это основные. И это я кушаю денежки в виде текста просто. Вот, а если серьезно, дайте сейчас гляну-ка его. А, ну дайте, куда залезло? Серьезно, она залезла, куда-то надо поменьше сделать, чтобы видно все хорошо. Так, а где это такие настройки про панель задач? Где ты такие настройки взял? Где их не найти? Я просто вчера, ну то есть, я скидывал со второго винта, как бы я другими делами занимался. Все физически охватить не мог. Вот. Плюс, даже если панель задач будет на втором мониторе, отображаться с альтабом, то проблему это не решит. Но это лучше, чем по-другому. Ну, по-моему, там какая-то что-то видел я подобную галку где-то там. Ну, там не только панель задачи, мой компьютер и ярлыки, которые там есть. Вот на основном мониторе не только туда не переносит, а второй. Так, 70 на 82 в пользу СУ. Вот только недавно Сирал вёл уже СУ. Чё за хрень вообще? В чём у Сирала отсутствует леер? У Сирала дронов как бы нет. СУ развёл его на этом Бэлингвасте, просто перемакрил. Настроил миллиард юнитов здесь каких-то боевых. И у него уже скорость почти готова. Сирала под ударом ещё в опасности. Вот и Сирал наконец-то роучий начал строить. Ну, кстати, смотрите. Полиамид у Сирала даже сравнялся практически. Но у него... А, у него плюс один сейчас будет, а... Но скорости у Сирала нет. У него леер только-только доделся. То есть, вот... Сейчас ему только скорость роучий надо будет заказывать. А у СУ она уже есть, получается. Хоть хотя бы по грейдам будет вровень драться. Ладно, скорости там нет на Крипе Сирал. Может посражаться. Но вот такие микро-моменты могут происходить. От трансвизил, смотрите. Угу, понял. А может быть с этим кнопкой и будет и мой компьютер отображаться с игроками игры. Близзарда лаунчера там и т.д. и т.д. И. 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 Продолжение следует... 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 Ну вот если в секунду хотя бы на 15 мута, может, раньше вышло. Ну и здесь стирал куда-то, вот здесь группа заходила, и здесь он в эту вклинился зачем-то. Ему, наоборот, назад надо было свалить и стараться отсидеться там дома, как бы, попытаться, да. Но он зачем-то влез туда, и все. То есть даже сейчас вот стирал вроде как отбивается, но видите, лимит и экономика. Боевой-то, ладно, там 20 минус, плюс здесь мута есть, которую вообще Су не может ничего ответить на которую именно в атаке. Но дома королева есть, как бы, и спорки учат, как алгидра Дэна, и благодаря экономике он просто в итоге не даст стиралу ничего сделать. Потому что мута здесь, тем более экономику пошатать не сможет. Ее маловато. Ну, три рабочих подряд зала Сырал, конечно, но это, ну, ничего не дает вообще. Вот, мод на винду, что это за хрень вообще такая? Ну, смотри, стирал здесь, оверов налетал, навопилил. Ну, вот, ему пораньше надо было бы рабочих начинать масить-ка его. Вот сейчас, после мута, что-то этого не делал рабочих. То есть, в итоге, вы видите, вот, как-то я не знаю. Пусть, ладно, там боевого проседания, но, блин, рабочих 20 с лишним разница. Вот что зарешал это в итоге. Так, гидры уже пачка. Ну, просто вот сейчас, пока Сырал будет рабов восстанавливать, суномасит гидры, и на клике его аннигилируют, к сожалению, потому что, ну, не на что юнитов построить теперь. Ну, а как бы он резко с 30 рабочих резко бы, там, 20 бы Астрова цирал. Тоже невозможно было, тем более он боялся контр-рывов, думал, вдруг танцующих, либо до сих пор агрессивнейщих. Хорошая контор, рабочих там пару подрезал, чуть-чуть подрезал. В гидру лезть вообще не нужно, нужно развалиться в мясо. Здесь не газ можно было подрезать, а рабочих ущерб, он, где-то, где-то стоит вообще. Смотрите-ка, по-боевому-то Сырал в 106-120, даже с равными грейдами, но с Реводжера будут, есть шанс как-то подраться более-менее, но здесь тоже те же самые Реводжеры УСУ, во-первых, во-вторых, и Роучи. Такие же грейды, в-третьих, гидра есть, понимаете? В чем проблема? А гидра это вот основная проблема, на самом деле. Один мусалец потерян был уже когда-то, 7 до сих пор имеет место быть. Они харасят, имя Сырал сейчас. 200 Су, 157 Сыралщика. Хорошо, что он Су держит здесь дома, как бы, это очень важный момент. Тут все, но есть шанс отмазить. Сейчас эти оверы минус, ну, раз. Соплай-блок дал Су сейчас. Это очень важный момент. Соплай-блок, это хорошо сейчас. Ужду Су, Соплай-блок. Продолжает шатать мейна, Су уже вперед пошел. Смотрите, Сырал залетает. Су овером вообще заказывает. Да, заказывает, но у него вообще, смотрите, даже с новыми оверами, Соплай-блок, что он маститься не сможет. Сырал бой принимает. Лимит это почти равное стало. А чуметь, Сырал... Блин, вот здесь Сырал здесь может как-то вровень вывести. Это будет чудеса. Да, просто гидра идет, на муви сливает. Сейчас бы Сыралу вклинится в гидру, вот как он-то вклинился, а ни хрена. Но здесь забегание Су на мейн, и в итоге у Сырал печально здесь все. Да, у него рейлджеров побольше от фаерболов. Он пытается здесь биться, но... От фаерболов тяжело. Мута на мэне Роучи, видимо, отобьет. Смотрите, Сырал-то по лимиту-то почти вровень пошел, но хата сбрита, то есть просто усуармия расплетилась. Часть хата била, часть там на мэне. В итоге вы видите, что с новым дозаказом 20-лишним Роучи опять Су доминирует. Сырал разменялся здесь нормально, как бы по ресурсам, но благодаря экономике Су здесь тащит. Естественно, и что делать, кроме как идти вперед? Вариантов особо нет. Впереди тоже ловить нечем. Здесь Гидра, здесь Королева, здесь Порки, здесь же пятая хата, и муталисков недостаточно, и земли недостаточно, ничего здесь недостаточно, чтобы переломить ход этой встречи. Ход этой игры, я бы сказал даже. Матч-то еще можно переломить, но у Су 7 сейчас карт будет, как бы это значит, что если одну он возьмет, все, он первое место уже занял, но все будет до конца доигрываться, скажем, в любом случае. Четвертая хата, вот выжила пути Ральчика. Может быть, может быть, что-то получилось бы у него, но вы видели сами, что четвертая хата упала в этой битве, и все печально стало сразу же. И на мейне он... А, на мейне хата даже упал, и он, то есть, тут шпиль, хп теряет пул, сейчас погибнет скоро над оверами, прилететь крибы, разлить под эти здания, но не реагирует пока, сырал чуть на это. Хорошо сырал на фаерболе, ловил много фаерболов, прянь, нахожу, но это гэгэ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Так, я в игре. Дима Торзок Так, зашел я в панель задач. Дима Торзок Так, а Windows Plus P это то, что на винде правой кнопкой, я так понял, то есть дублировать экраны, расширить, как бы, или... Я уж и обрадовался, что туда всё перенеслось, но это дублировать было, короче, просто. Ладно, потом вне игры проверю. 7-3, Су ведёт, 11-я карта, на которой он может выиграть финал. Вот. Субтитры делал DimaTorzok Короче, всем здорово, ребят! Пока что первый раз стримлю на новой системе, поэтому много ещё всяких моментов, таких, которые косячные, приходится отвлекаться. Пилю рекламу, вы же не забывайте про звуки, про поддержок, про все дела. Вот, скоро настрою рутони чатики, там всякую вот эту тему необходимую. Такое время будет. Которую обещал сделать. Ну и видите, Су, опять же, Беллинг Бас с мейна делает, Сирал стандартный ухат с 17-го газпул. Ну и Сиралу тяжело будет отбиться, у него всё позже намного. Либо увидит он то, что Су делает ещё не скоро, в чём Су может ведь через верх сейчас уйти вот сюда, например, с собаками. Либо скорости подождать. Беллингов вот уже он заворачивает. Четыре штучки. А, три, нет, три. Собаки вперёд попёли, всё, Сиралу сразу плётки надо ставить, раз пошла. Сверху не помешало бы тоже, да, два пошла. Королевы становятся в рампу сейчас. Сирал не тратит, кстати, энергию. Пусть, кстати, пусть Трансьюзы будут. Сейчас 50 скоро накопится. Сейчас вот к 40 облетится энергия. К моменту пуша, мне кажется, 50 может дождаться. У нас Сирал энергия. Так, пока сразу попутил Беллингов, потом чё-то перестал. Беллингов фокус, ты где? Ну Сирал, ну что ж ты делаешь? Беллинги снизу там ходят. Трансьюзы есть? Да, есть у Королев энергия. На Трансьюзы где? И два Трансьюза было отсутствие. Трансьюза в Сирал. Прикиньте, вот здесь всё на таком волоске висит, в таких пушах. И он просто не Трансьюзит Королеву, у которых по 50 у обоих. Есть и они все дэмэдженные были. То есть просто плюс 200 хп у каждой королевы сними ещё. Ну нет, на твоей комбинации скауты просто дубляж того, что с правой кнопкой на мониторе, то есть настройки мониторов дублировать, расширить и тогда как бы. Они расширены уже давным-давно как бы, нужно просто чтобы можно было свернуться на рабочий стол вообще. Ну смотрите-ка, даже учитывая то, что Сирал не трансьюзнулся, он просто, блин, плётку вниз приводит, сверху-то достроилась. Собаки Бэйна есть, королев новых делает и рабочих больше, то есть по-моему он побеждает здесь Сирал, очевидно. Два Бэйна в два Бэйна размен, ещё два Бэйна в два Бэйна можно разменять, главное не давать плётку дамажить Слу сейчас. Вот он одним под... Что-то ошибку тут сейчас Сирал делает, что он там творится, я не понимаю. Даёт плётку убить, всё, сейчас плётка упадёт ёма. Вот, королева вовремя вышла и... Нормально получается, так, сприхаться. Сейчас ещё Увера минус нёст, Сиральчик. Ну хорошо, что не в этой карте решится судьба этой игры. Скорей-то всего, мне кажется, здесь уже с УГ пора писать сейчас будет. Так как, ну, здесь ничего не сделать ему. У ГГ, вот ещё. Ладно, не парьтесь с этими Альтабами, буду сам ковыряться, может сам пойму, где это всё добиться. Мне кажется, что это почему-то не сложная абсолютно задача вообще. Так, вот. Вот, всё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что же 7-4 в итоге у нас Ну, Сиралу еще надо 3 карты затащить, чтобы сравняться А чтобы победить, так все 4 Сирия Так, ну что у нас Пошли 17-я хата От Сиралу от Су Сирал Га ставят Су Тоже вообще одновременно они это делают И пулы пошли Вообще один в один все здесь происходит Здорово всем ребятам, может после этой игры Там ФП сыграю Еще что-то понять с настройками Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, буду с окнами Разбираться, блин, тяжело Все это дело, ребят Какая у нас 12-я карта у нас Получается Тут уже можно и со счета сбиться Потому что бой 15 Финал у нас Из ЛЗ еще Ну а что делать? Как получилось, так и получилось Так и будем смотреть Ну и тут примерно одинаковые билды Да не примерно, вообще один в один Идут и по рабочему, и по всему То есть в третью хату оба играют Через две королевы А Су лингов не масил никто То есть у Су 4, у Сирала 5 Вот Су сейчас заказывает Диана 16 Это будет прессинг какой-то У Сирала тоже есть бейлинг Несу Сейчас он там пару бейлингов Перестраховочных делает И собирается встречать Су этот прессинг Ну а Су будет очень активно здесь нападать И у Сирала поменьше Сейчас лимита боевого будет Но в целом То есть самое главное, что Что у Сирала есть линги Чтобы бейнов новых заморфить Получается И сейчас ему можно бейнов заказывать То есть когда у тебя вообще мало, например, лингов То ты там из всех из них бейлингов делал И попробуй там отковыряйся далее Так, 4 бейна заходят Прям в рампу Сирал на них Какой провал вот Вот это днищинский просто контроль был Сирала Су здесь тоже правда отдает Собак И достаточно легко он это делает Надо прикрыть по Сиралу 2 бейлингов 3 лингов Не надо так Сирал делать Одна королева упала Одна живая По рабочим Сирал в небольшом плюсе По боевому лимиту Су в небольшом плюсе Бейна Сирал подморфивает постоянно Третья не там, не там Не раскачено По дронам, как сказал Сирал Чуть плюсе, но Су тут резко дронов Начал штамповать и просто Хоп, у него сейчас будет плюс там 7 работ А у Сирала их не будет Чуть плюсе Плохие взрывы сейчас заходят Так, 33-28 Сирал первого дрона сейчас строят Вообще За долгое время Здесь бейнов 2-2 бейнов Минусуют Что-то здесь бейлинга не смог пробрить Королеву нельзя отдавать Ни в коем случае Королеву прикрой Она падает Последний удар Линг там сгрыз Ну Не, ну главное, что Сирал живет Главное, что он живет У него есть ресы У него рабочий столько же Но он в королев В 150 вкладываться Извините А в данном случае В 300 на двух королев Ну у Сууу самого На третьей базе Королевы нет Например Вот посмотрите Например На этот момент Интересно Сирал хорошо Пришел 2 дрончика Кладнокровно сгрыз Убежал Хорошая работа Так Ну что же 6 роучи У Суу на 20 лимит Он в плюсе Сирала есть Роуч ворон Так Роучи нет Что-то у него Вообще Только сейчас Он начал заказывать При этом Сум-саплай блок Схватил Нихреновый Блин Саплай блоки В такой ситуации Это просто фейл Дикий Так нельзя фейлить Нельзя так фейлить Сиральчик Пошел Заместено Уже пошла Плетка Походу Даже не достроится Сирала Да А ведь Она помогла Натыкать Вся Нормально Она достроилась И сразу Погибла Лимит 51-34 Другой базы Выходят Тразу Попадают Под раздачу И моментально Погибают В общем это 8-4 Точно Займет Мест на этом Кумиде Но это не конец Это не конец Потому что Еще будут У нас продолжение Карты До победного До финального Еще три карты Будут Играны Сирал Сможет Ис-3 Возьмет Сделать Счет 7-8 Не в его Пользу Едва Сможет Смеп Игра Все Вähно Смеп Смеп даже через кнопку винты просто панель задач вылезает но не попасть туда а Продолжение следует... 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 второе место сырался немного и потеряю ну как немного с уже точно получает 1400 баксов то есть он 8 карт делал каждая по 50 баксов и ты щеночку асирал 750 и 5 когда он взял получается 855 до 525 штуку бакинских сыралась тоже получит нормально за онлайн татуре и 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 так сегодня ну пару игр может сыграю но не более того думаю что ничего не будет особо сегодня вообще может и сейчас посмотрим сколько будет лист может ребенка пойду заберу из садика как бы уже не видел машу несколько дней поэтому надо бы забрать ее будет так что наверное сегодня все ребят после этого турица протестил комп роль все работает буду разбираться по настройкам там дальше как бы 60 фпс идет на изи еще 6к витрейт как бы ну вот эти конечно настройки свиндуя со всеми делами печаль полная вообще привет морду за И начинаем. И начинаем. Здорово всем. Ребят, ну что ж, Сирал против Су, бьется. Карта четырнадцатая, предпоследняя вообще. Чуть раньше у Сиральчика третья хата. В общем-то, мув Беллинг Нест. Чуть позже Беллинг Нест Сирала опять. Зато на рабочего там побольше. Вот еще один строится. А так в целом все замечательно у него. Ну, в целом форма Сирала, да? Как бы Умеху выбил, а дошел до финала в таком турике. Су, я бы сказал, бьется на равных. Да, проиграл, он же проигрывает. Ну, восемь-пять счет. То есть это не одна калитка далеко. Ну, поэтому Блескон жду я с нетерпением. Так как есть такие бойцы, как Сирал, Лейзер, там, НИП и остальные не корейцы. Которые могут порадовать Нест у нас твоей игрой. Против корейцев в том числе. Я надеюсь, что достойно они там сыграются. Так, где-то там что-то может... А, это Су, может Бейнов. Сирал пытается разводить. Кстати, вот Бейлинги поперли. Ну, Су-то видит, все прекрасно. Ну, королева нет, сейчас дронов придет. А, что так мало-то? Ну, Бейлинга одного и трех дронов Сирал взорвал можно было. Ну, Су начал уже сплетиться. И поэтому Сирал принял решение, что хотя... Пока три хотя бы есть франжи взорвет. Потому что, может быть, больше там пять бы взорвал. А может быть, вообще взорвал бы. Нифига бы не взорвал бы. Хотя вот так сумбурно засплетится идеально очень тяжело. Но Су это один из лучших корейцев. И он умеет это делать. Так, плюс один у Сирал. Раньше лэйр Роуч Ворон. У Су просто Роуч Ворон. Без лэйра пока что. А, у него уже есть лэйр. Нифига себе, извиняюсь. Я вообще проморгал этот момент. У Су уже есть лэйр. То есть он сверх агрессивный такой билл здесь исполняет. Получается. Но самое главное у Сирала плюс один пораньше. Как бы. Если выдержать прессинг. В принципе, да. Вот. Пока час лэйр доделается. Там 27 лишним секунд. Ну. На секунд 30-40 будет позже скорость у Сирала, чем у Су. Но это не критичность позицию. Нормально. Вот. Особенно с криптом. Вот сюда пильнуть. Соединить с крипом. Вторую. Третью. Как бы. Вот здесь передвигаться. Тут расстояние-то на контроль. Вот отсюда. Вот досюда. Все как бы. То есть. Просто овером видеть. Куда идет оппонент. И занимать там позицию. Ну Су еще, кстати, не тупя. Делает здесь шпиль. И. Естественно. Он попытается свить музуль. Делать какой-то момент. Сирал пока к этому не готовится никак. То есть. Ай, он подготовится. Ему надо знать, что подготовится вообще. Вот. У него нет гидродена. У него инфистэш нет. Королев у него. Сколько? Три ем. Королев так мало еще. Но тоже шпиль он ставит. Кстати, более поздний. На там. Ну на 30 секунд. 30 это не так много. Но за 30 в Старкрафте. Особенно в ЗВЗ. Может очень многое произойти. Вы сами должны это понимать. Я думаю прекрасно. Пытается. У Сирал. Сколько там побежать. Ну. Отдача лингов. В общем-то. Это была. Впрочем. Перемасил. Я смотрю. У Су. У Су. Сейчас фейканет. Делает. Типа выход. И. Закажет. Он муталец. Как раз таки. У него причем на 8 муталериесов будет. А у Сирала что? У Сирала ресурсов нет. Непонятно муталец. Он фанксуровывающий. Хладывающий. Да. Девять муталок плюс один. Да. Я призаводить за все карты. Есть по-моему такие дела. Спорки пошли. Сиральщик. Он понимает. Он понял что-то. Что он понял. Где шпиль у Су? И где у него шпиль-то? Проморгал. А, вот он. Да! Он увидел шпиль. Все, отлично. Увидел шпиль. У самого шпиль готов. Заказывает на воздух сразу Great. Су что-то заказал. Кстати, атаку на муту передумал, отменил. Вот дает. А что отменил-то? Я чуть не понял. Отменил, в общем-то, атаку. Гидродемптора наземная заказана. То есть Сирал вообще не собирается из шпиля ничего делать. Понял. Ну, не знаю. Опасно это, мне кажется, все очень. А, вот, девять муталов сам Сирал делает. Молодец. Двенадцать. Решил перемастить. И, между прочим, Су-то больше муты не делает. И форок у него нет. Только не на двенадцати надо вылетать, а вот сейчас ждать, ждать и еще раз ждать мутку. Сул залетел, тоже шпиль запалил. У него гидра пошла. Но, если Сирал сейчас намасит штук двадцать муталисков, он может вылететь, и тогда он и гидру, и мут, то есть он по отдельности будет летать, разводить, великолепно забирать. еще вот этот Грейт бы пораньше был заказан. А как он раньше закажется, он и так в шпиле, то при готовности практически шпиля был заказан. То есть, Сирал ничего сделать с этим не мог. Так, четырнадцать муталисков есть, плюс пять, девятнадцать. Вот это уже количество, которым надо первый врыв сделать. Будет Сирал, вот сейчас у него мута вылетает, плюс три еще, да, вот, достраиваются и надо вперед двигаться муталисками, потому что, ну, как раз двадцать секунд до брони. Броня доделается, пока летит туда Сирал к Суну. Главное в лоб бой не принимать, а залетать именно на... залетать именно на базу какого-нибудь, и не ждут его. Девятнадцать плюс двадцать с лишним. Там уже восемнадцать гидравок, плюс двоем у Сирал. Как с этими биться товарищами гидральскими? Надо идти разводочку делать сейчас. Все, мупи, пора вылетать. Сирал это делает. Су вперед пошел. Кстати, Су разменется сейчас с мутой Сирала. Это очень важно для него на самом деле. Куда он попер? Гидру в лоб не пробить! Что он в лоб собрался драться? Да ну там гидралов двадцать четыре штуки. Хороший, смотрите! Хороший Сирал! Камни завалил, как он Су сейчас развел по-царски. Роу очень аннигилирует. Мутой с мутой дерется. Мута муту тут концы. Флам у нее плюс один есть. Здесь Сирал очень удачно подрался, но Су тут камни решил пробить. В это время забегания лингами. На четвертый аннигилировал. Там рабочих Сирал очень много. Мутой двигается вперед. Сколько? Двадцать шесть штук. Ядры, конечно, много, но муты у Сиральчика больше. Ну, Су еще тоже мутались, конечно, чуть-чуть есть. Надо не забывать. На самом деле это обузан для Су. Почему? Потому что мута вперед лезет, и от нее толку нет практически. Но как в лоб бой принять? Вот это я не знаю даже. Как Сиралу в лоб принять бой? Да хрен, бейлинги заказаны. У катушек-то нет, ничего прочего. Я не понимаю, почему Сиралу не хочет, вот как он здесь разводил, лети на мейн, блин. Мута быстро летает, вернуться успеешь. Идет вперед. Ну, мне кажется, против этого мигса. Принимать бой против гидры такого количества. Хотя, смотрите, разбирает Сиралу гидру разобрал. Сколько муталисов? Много выжило муталисов? 15 штук есть. Демедж от них будет хороший от муталисов. Правда, роучи тут по всем направлениям уже зашатываются чуть-чуть. Все, но Сирал бой принимает, и нормально все. Четвертый хат у него качается. Рабочих достаточно много еще. Роучи всех выпиливают. Греды на муту 1-1 уже имеются. Су тут на четвертую забегает. На четвертую проблему создает, но лимит Сирала больше при этом. Ну вот Сирала... А, у него второй атаки не было. Он же сделал ее. Он отменил, видимо, в какой-то момент, и теперь заново ее доделал. На 20 лимитов в плюсе после всех замесов Сирал. 18 муталисков у него, там 15 гидралисков, 9 троиц, то есть 25 будет. Но, не надо в лоб драться уже тысячный миллионный раз, я могу сказать об этом. Просто не надо драться в лоб, и все будет хорошо. Просто облететь сбоку где-нибудь. Сирал... 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 Сирал неплохо, но в стационарной позиции. Микос, конечно, лучше. То есть, если на муве пилить его, то есть, можно и не построить. Два люкера Сирал минус нул. Одного муталиска при этом потеряв. Сирал... И выдвигается вперед. Там 6 плюс гидралов пошло. Вижена нету СУ, чтобы видеть, в каком направлении там Сирал выдвинулся, например. Ну, вот сюда врываться бэйнами, здесь поле полетят, ой-ой-ой, плотненько, на самом деле. Мне кажется, чрезвычайно опасно именно с этого направления врыв делать Сиралу. Но он напарится! Бэйлинги все аннигилируются люкерами! Что ж ты Сирал натворил-то? Ёмно, куда ты так прёшь? Увидели, что произошло? Как дошёл сплэш? 8 юнитов, 7 убито. Просто жёстко. Ну и что теперь Сиралу делать? Смутри разводить, так же летать. Я не понимаю, Сирал какой-то... Ну... Здесь пространство есть. Ну, расконцентрировал в двух направлениях. А, да правильно, лети на мейн-то! Нет же здесь ничего. Сум понимает, что мейн может быть под ударом. Спорки там ставят. Ну, что за боязнь вообще вот харасить, лететь? Лети ты, блин, облетай. Ну, пытайся уязвимое место найти. Ведь всё правильно. Он не может на три части армии поделить Сум. Ему стационарно делать оборону. Её не было. Теперь она вот уже есть. С другой стороны, Сирал муту не теряет. Он контролит карту. Он новые базы видит, что нет. А у самого пятая, как бы. То есть, тоже он такую статическую... Не статическую, а оборонительную. Тут придерживается стратегия оборонительной. Ну, опять же, вы знаете, что евросидение до добра никого не доводило ещё. Ну, неплохо на муте Сирал разводят здесь. Стоятся тюню и роучи. За подземный мут делать здесь будет. За копкой забегания. Ульчик минус ниды. Глайвом вот об это пьём. Один КП, десять КП там осталось. Мута пролетает. Мута огребает. Здесь опять как раз показать. Не будет она успешной. Так. Ну, кстати, сейчас наоборот можно. Смотрите. Вон они ходят. Грубка. Вот роучи ставят вместе с мутой. Блин, ну вот всё вот, я не знаю. Я, конечно, с особого прочувствовал такой момент. Ну, понятно же, что он сплитит сейчас всё. Видит, что здесь ходит. Возьми эту группу, пойди, изобрей. Всё нахер там, короче. Сирал, видимо, ну, ждёт подземного муу. И только с ним вперёд выдвинется вообще. Здесь плёток ряды такие плотные, чтобы забегание не прокатило. А тут попробуй с закопкой подземной приползли. Хотя вот здесь плётки не кроют, но если сюда заползёшь, вот так тебя натыкают. В ровушке 49 принимает сухарька. Тиральщики здесь на центре. Время. 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 Поруковое. Тут уже вейперов пачка, ребят. Су-3-3 делает, Сирал-3-3 делает. Вот как-то надо грамотно басмута с этой съехать, как бы слить ее. Она уже лимит занимает, бесполезно. В первом Старкрафте гварды Ди Ворора из муталисов сделали. Там муталисы нужны были на лейте. Здесь же, здесь же. Нужны караффторы для этого, потому что мута просто лимит занимает. И все, мута отдельно ему не спешит. Зеленки отсюда, зеленки отсюда. Ну сколько ж много плеток у Сирала, и как же они лишают сильно. Су, конечно же, отвалился. В это время Сирал тут муты в хату подбревает четвертую, которая была. Четвертой, которая была. 27 гидралов Су делает. Сирал там руч плюс гидраль. Грейтер спарш. Тут караффтор-то есть хоть один вообще? Нет, нет вообще. А что, почему бы не заказать-то было? У-у-у, можно давить, полететь будет. Что-то Сирал не пахнет. Ну он тут, понятно, муту сливает, но его можно эффективнее было слить. Намного причем. А вот такой от супрейсинг, я боюсь, что Сирал может и не втянуть. 44 гидралиское действие. Только подумайте, сколько тут гидралов. Жесть вообще. 44. Это невероятно просто ДПС. Здесь, конечно, фаербулы есть, и вайпера, но здесь тоже вайпера есть. Так, еще два вайфера Сирал делаем. Слюкера притягивает. Так, мута дальнюю базу напрягает. Опять же, мута живая, боевой лимит в итоге. На самый лучший Сирал. Закопались, Люра. Гидра, Роучи, Слюкера, Уску. Сирал от фаербулить пытается. Фаербулит неплохо. По лимиту просел жестко. Смотрите, насколько гидра более технологична. Насколько она здесь просто сбривает фланг. Почему Сирала даже 3-2 раньше апгрейды были. Он Роучи делает. Лимит, смотрите, сколько ресурсов. Почему ресурсов-то не вложено никуда. Все, Сирал решил, что он здесь не сможет нормально подраться. Сваливает своей армией наверх. Фу, зайдет сейчас сюда вниз, получается. Приятного мало в том, что все. Зайдет, надо бы зажать его здесь. Смотрите, здесь плетки были. Блин, ну а как зажмешь? Там Люра, там вообще жесть. Здесь Люркер отбил. Сирал все уводит. Ну, эту базу точно аннигилировала. Часть дронов выживет в итоге. Сирал, вот, смотрите. Просто Люру блочить и все зеленкой. Или вытащить ее. Один Люк копалки. Его Тринан, здесь ДП сиральчика делает. Засыпает по лимиту больше. И за счет экономики зарешал. Вот, вот, зажал всю здесь армию. Ну, он зашел в ловушку, что ДГ. Хорошо. 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 Продолжение следует... 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 Здарова, Лёлик. Финал сегодня. Каточки так, нормальные. Главное, что первый раз на новой системе. 60 fps, 6000 битрейт. В общем-то качество улучшилось. Есть определенные проблемы, которые пока не понимаю, как поворотят. Надо выяснить будет. Ну, я думаю, разберусь с этим в перспективе, и все нормально. Главное, что комп работает в порядке. На вещах, правда, говорили, что лагало МХЗ. Может быть, из-за настроек этих новых лагает. Попытался сирал прорваться. Видит лейр, видит спайр. А, он уже спорок напилил. Ну, по рабочим больше вообще. Ну, его 15, него 15. Как бы, посмотреть-то надо было. Я не знаю, еще не понял. Я даже не настроил, куда записи там сохраняются вовсе. Посмотрим, еще сохранилась ли запись здесь. У нас с тем моментом будет разбираться тоже. Попытался, пока. Хорошо, пока. Попытался. Попытался. Фот обернию. Хватит. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Питалово. Идю-ка, корпус Питалово все получается. И уши мне пощадимых человек, оттеней, спасибо. И метролог сделал, оттеней, просто не стяжел. Старый зон запарился, идешь. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну в общем-то, что я могу сказать. У меня открыт диспетчер задачи, 32% там сейчас загрузка. Ну 30-40% прыгает в игре в самой. 60 FPS, 6 FPS трейд. Ну, понятно, намного лучше того процесса. Похоже бы уже умер бы мой такой нагрузки. Но, когда в старкапе переключать какие-то классы, типа там, сладера на кастом игру, просто до 90 с лишним, 99% в один момент просто подскочил загрузку. Может, Старкрафт просто там, ну-ка, его нужно было ему поработать, да? Да, чтобы проще как бы уже отчиталось все. Не знаю, что еще бывает. И с тем, в целом, все ништяк идет. Все жалуются, что это проседает там. Иногда что-то там лагает. Вот, ну, я не знаю, это, может, связано с новыми настройками. Надо разбираться тоже. Ключи все, ништяк, ребята. По игре у нас просто равная битва идет. Усу больше лимита, правда. Усу на одну хату больше уже. Вот он занял, смотрите-ка. Зато боевого Усу лимита меньше. Потому что у сыральщика вы видите. Сейчас зелень по люре пошла. Отличная просто. Еще по люре зелень. А зальный люркер вообще не дерется сейчас. Вытягивает сыральщу 160 на скульпторах по боевому лимит. Третья атака, то есть грады лучше. Боевого 97-54 неужели... Блин, почему сыральщик во время всего манча так не делал? Он все карты взял после того, как он 3 карты подряд сейчас взял. Он проигрывал 8-4 и он 3 взял. Почему сразу не мог интригу создать? Чтобы был счет, например, там... 7-7 и в последней карте бы решался победитель. Ну, так вот. Суральщик, Сураль, молодец. Но он еще, кстати, не взял эту карту, пока б уж назад уступил. Но в целом-то у него все прекрасно. Грейды лучше, все лучше. У Супра вторая броня. Ну, 2-2 это 4 апгрейда, 3 атаки это 3 апгрейда. Но 3 атаки на роуче 6 демоджи дают. А здесь 4 демоджи и 2 брони получаются. То есть это равные грейды получается даже вот так вот, можно сказать. Ну, на Гидре, например... 2-2 лучше, чем 3-0 получается. Напал Тирал, отдавался, но подмипост по лесу и сейчас его развалил Тирал. Юники уйти не могут просто. Ну, как раз это 90% проц просел, когда были настройки все утро. И в самом старках вклад переключал. Ну, там, может, дело прям что-нибудь. Могу переключаешь, может, уже так и не лагало. Что, люркера падают. Здесь фаербол и Тирал просто очень эффективно дерется, ребят. Вы видите, потери 32 на 20. Ничего себе. Да жми ты его уже, что назад-то все бежишь уже, блин. Хорош уже, блин, в середине-то делать, ну. Фаерболом, люра отменяет. Здесь поджимаем всю краешку. Поворачивается от фаербола. ГГС упишет. 8-7 кончился манч. Это хорошо пободались, погоняли. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, ребят, делаю стоп-старт, я сейчас без задержки вернусь... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...